Я вижу, что возникла вот эта проблема у вас, понимание, что такое любовь, правда? То есть вы, ну как бы, не понимаете, что это такое. Влюблённость — это не любовь. Влюблённость — это наша мечта, это то, что мы хотим в этом мире. Но любовь сама по себе, она сложнее. Надо понять, что любовь сама по себе, она тоже есть между мужчиной и женщиной, она существует, но она соткана из других чувств. Это чувство чистоты, веры, верности, глубины отношений. Вот эти такие чувства, они очень светлую природу имеют, и они оставляют людей даже вместе в следующей жизни. Вот эти чувства — это и есть любовь настоящая. А влюблённость — это наша мечта получить какой-то подарок, понимаете, в отношениях с человеком. Вот это и есть влюблённость, это желание подарка. Сма по себе влюблённость — это хорошо, в ней ничего плохого нет. Просто есть разные степени влюблённости, понимаете. И есть такая степень, которая называется «любовь, вера». Вот эта степень влюблённости, она ослепляет человека. Человек теряет себя, и поэтому Богу это не нравится. Ну, то есть эта степень влюблённости не даёт человеку жить нормально. Потому что человек, понимаете, человек влюбляется в человека как в Бога, потому что есть причина. Я эту причину вам вчера называл. Причина заключается в том, что Бог освящает в человеке Божественное. И человеку очень трудно отличить это от Бога. Ну, то есть человек смотрит на человека и видит в нём Божественное. Потому что в человеке есть Божественное. Но человек — это не Бог, понимаете. Ну, то есть есть солнце, а есть маленькая искорка. Вот такая разница между нами. И в человеке как есть Божественное, так и Греховное. В нём это всё смешано. Но когда возникает влюблённость, то человек видит только Божественное в человеке. Он в нём Греховного не видит. И вот это вот видение только Божественного может прийти в такую стадию очень сильного резонанса, что человек начинает отождествлять человека с Богом. Он начинает так воспринимать человека, что он считает, что у меня вечное отношение с этим человеком. Что мы вечно любим друг друга. Понимаете, вот так вот. Это очень опасное чувство. Оно, несомненно, уводит человека от Бога. Потому что это чувство должно возникнуть именно к Богу у человека.